Потенциал биометодов на станциях защиты растений и трехорамных фабриках в значительной степени утрачен. В развитых странах разработкой и производством биологических средств защиты растений занимаются специализированные фермы, которые обладают специализированным персоналом и широким ассортиментом биосредств, обеспечивают перевод сельскохозяйственных производителей к интегрированной защите растений в системе органического земляки. В России таких фирм пока нет совсем. Для перехода к экологическому сельскому хозяйству в России необходимо обеспечить перевод систем защиты растений от преимущественно химических к системам преимущества биологических, интегрированных. Учитывая размер страны и разнообразие систем растеневодства в различных регионах, цельсовало создание региональных биоцентров, способных осуществлять такой переход для заинтересованных организаций. В Доншем Всесоюзном, а ныне Всероссийском Нейкароте на растениях, существовал отдел биометода с инсектарием и было начато строительство Всесоюзного центра интродуции поездок насекомых. После распада СССР строительство центра было прекращено, а через некоторое время прекратилось существование отдел биометода. И вот в 1913 году в этом руководством Всероссийского центра карматино-растений, организованного в базе в ней карматино-растений, принято решение о воссоздании инсектария в целях строительства в дальнейшем биоцентрах. Учитывая специфику организации, в качестве видов мишеней избираются карантинные и особо опасные, вредные организмы. Это вот перед вами здание института в современном виде после реконструкции. Инсектарий, к строительству которого и заработные оборудования сейчас мы приступили. Вот научная база, где будут вестись результаты исследования и разработка безопасных метров борьбы с карантинными организациями. Какие пронируются подразделения основных инсектарий? Теплица, полевой участок и в конечном итоге биопатрика. Вот это вот здание инсектария. Это вот еще зимой фотография. Значит, сейчас его строительство здания закончено и приступили к поставке и установке оборудов. Какие там задачи будут в коллективном инсектаре? Вы видите, ведение культу, наработка материала для тестирования лабораторий стомологических. Чистый маточный материал, энтомофагия, веду хозяин, строение наручных исследований. И будет наработка материала для обмена другими организациями. Вот экспериментальная база. У нас сейчас идется маточная культура. Вот 13 культур насекомых. Ряд энтомофагов уже прошли полевые испытания. Вот на этом слайде. В частности, вы видите, значит, вверху это лист картофеля пораженный. Картофельная коровка, это вот основной лич картофеля на Дальнем Востоке, вот там жук внизу. Значит, при раннем заражении картофеля, где-то в начале июля, урожай может быть потерян полностью на 100%. Это достойный конкурент колорадскому жуку. И, значит, в Приморье долго не было колорадского жука. Он буквально появился там где-то 6-7 лет назад. И вот когда у нас были полевые обследования на одном кусту картофеля, они прекрасно уживаются. Лист. Значит, вверху это коровка картофельная, она вот лист вот так, потом сеточка получается. А внизу, значит, рядом с нею колорадский жук. И там долго любят, да? Да, они прекрасно себя чувствуют. Вот это испытание энтомофага были, значит, вот это вот тоже, это пекромерус. А это личинка, как картофельные коровки, в народе ее называют там ежики или кукумари. А вот внизу эта графика, это полевые испытания, значит, этого пекромеруса, клопощитника, в Московской области, на полях. И, значит, видите, что, значит, можно достичь 90 почти процентов эффективности. Основные объекты, какие там сейчас у нас, основные, это вот пекромерус. Хищный клоп пекромерус, значит, это вроде как ноу-хау, значит, нашего института. Вот у него первостепенная муха, мы там видели, где были культуры, личинки идут на корм. Продукты жизнедеятельности, вот, в золомомусе, можно переслушать до контроля почвенных нематур. А, значит, хищный клоп, яйца и личинки, для контроля афетофагов. Яйца для яйца, это вредные черепашки. У нас он тоже есть. Вот особенность этого энтабахага, этого щитника клопат и кромеруса, в том, что он зимует на стадии яйца. Это позволяет накапливать и транспортировать его энтабахага в стадии яйца. Эти вот чашки Петри там помещаются до 2000 яиц. И, значит, он может храниться в течение года, без каких-нибудь потерь. Поэтому очень-очень обязательный объект, его можно использовать, естественно, в разных лет. Это, вот видите, яйца кладки клопа вредной черепашки, он поражённая яйцаеда Телемоусом. А яйца Петромеруса, значит, они будут исчезли. Вот второй там яйцаеды Телемоусом. Это ещё один из видов, который у нас там в маточной культуре ведётся, большая овощенная огнёвка. Значит, видите, личинки, личинки огнёвки, они служат прекрасным формам для пекромеруса. А яйца, значит, они, так сказать, для вот хищного клопа Ольбуса, который прекрасно используется вот в тепличных комбинатах уже, да, под Москвой, ещё 5-6 лет назад. Он прекрасно, значит, боролся с Телемофернийским трипсом. Это резервные виды. Там же у нас занимаемся мы ими. Хрущаки большой, мучной и смолян обои. Это дополнительный корм для Ольбуса, значит, тепличная белокрылка и декоративный трипс. Они являются дополнительным кормом для Ольбуса и служат материалом для отработки методов и норм применения энтомофага. Будьте так добры, в отношении колорадского жука, в вашем институтарии по какой причине отсутствует перилюс, фабилус, эдон, те, которые не занимаются в Краснодарском. Исмаилов Владимир Яковлевич. С чем это связано? Ну, связано с тем, что работа только-только начинается. Конечно, да. Это как первые шаги. И всех хозяев, которые вы перечислили, вы назвали большую вощербную боль. Какие компоненты служат для размножения этого хороста в ваших исследованиях? А, ну, значит... Я имел в виду, что это не дешевый, не хозяин, достаточно дорого. Удорожаем всегда объект, на котором мы получаем благодаря это разведение. Ну, пытаемся, значит, пшеница используется. Я понял. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо. 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 Продолжение следует...